Здравствуйте! Я рада снова видеть вас на уроке самопознания. Сегодня урок мне хочется начать замечательным стихотворением. Мой Казахстан, ты родина моя, твоих степей бескрайние просторы душой и сердцем я люблю. Мой Казахстан, живи и процветай, ты колыбель великого народа. Всю красоту и мудрость передай и сохрани для будущего рода. О чем это стихотворение? Правильно, о стране, в которой мы с вами живем и растем. Значит, о чем мы будем говорить на уроке? Конечно, о нашей родине. А что для каждого из нас значит родина? Я с вами согласна. Родина – это город, село, улица или дом, край, где родился человек. Человек любит природу своего края, людей, любит свой родной язык, песни своего народа, сказки, танцы и многое другое. Без родины, без своего народа человек не может жить. Наша родина – Казахстан. Мы все, взрослые дети, являемся гражданами нашей замечательной страны. И сегодня на уроке мы с вами поговорим о крае, где мы с вами растем. На уроке мы познакомимся с казахской пословицей, которая будет цитатой нашего урока. Как вы понимаете смысл этой пословицы? Что значит родину любить? Как человек должен относиться к своей родине? И что значит нести ответственность за свою родину? Родина – это наша история, наша семья, наши предки, наши друзья. Как нельзя представить себе птицу без крыльев, так и человека без родины. Родной край – это очаг. Многие люди вспоминают свою малую родину с любовью и нежностью. Трепетно вспоминают о родных людях, которые отдали им тепло своей души, научились жить и любить свой дом, свою родину и все, что их окружает. Сегодня на уроке мы познакомимся с казахской сказкой «Златорогий олень». Эта сказка нас научит любить, ценить дружеские отношения, уметь помогать людям в трудную минуту. Давайте скорее послушаем эту историю. В давние времена жил знаменитый охотник по имени Булдымир Ген. Был он метким стрелком, сильным, смелым и ловким, да и умом бог его не обидел. Однажды вышел он на охоту, ездил по горам, по долам, устал сильно и сел под деревом отдохнуть. Сидит он в тени и смотрит на бегущий рядом ручей, а за ручьем у высокой скалы пасется олень. Охотник решил подстрелить оленя, прицелился из ружья, и тогда «Златорогий олень» заговорил человеческим голосом. «Погоди, медский стрелок», остановил он охотника. «Подойди ко мне». Булдымир Ген подошел к оленю. Сколько лет он охотится на звере, но такого чуда никогда прежде не видывал. Удивлению его не было предела. Златорогий олень миг обернулся седобородым старцем. «Я слышал, что в этих горах можно встретить знаменитого охотника Булдымир Гена и пришел, чтобы разыскать его». «Ты не знаешь такого, сын мой?» спросил седобородый старик. «Почтенешь, и я и есть тот самый Булдымир Ген», ответил охотник. «Тогда, сынок, я расскажу тебе о своей просьбе». «Говорите, мой сын – хан подземного царства. Возле нашего города есть глубокое ущелье. Уже 20 лет в нем обитает семиглавый дракон. Каждую неделю он забирает как дань одного юношу, одну девушку и 10 баранов. Он грозится проглотить весь город вместе с его жителями, если мы не будем платить ему дань. Мало того, дракон каждого, кто окажется близ ущелья, живым не отпускает. Никто не может с ним справиться. Говорят, что его осилит только Булдымир Ген». «Хорошо», – сказал Булдымир Ген. «Я сражусь с драконом». Он собрал оружие, сел на коня и последовал соседобородом стариком. Они прошли через отверстие, которое соединяет земное царство с подземным, и явились в город, где живет старик. Булдымир Ген, не откладывая дело, надолго взял свой алмазный меч и отправился к ущелью. В тяжелом бою он победил дракона. Истерзанный страхом и отчаянием народ возликовал. Восторженная толпа с почестями проводила Булдымир Гена в город. В честь героя было устроено пышное празднество. За дороги олей обратился к избавителю со словами. «Сын мой, ты, оказывается, человек одинокий. Хлеб свой добываешь в поте лица охоты на диких зверей. У нас много скота и имущества. Будь братом моему сыну. Оставайся с нами. Будешь жить своим домом. Разожжешь свой очаг». Меткий стрелок ответил ему отказом. «У меня есть мой бедный аул. За мной моя беззащитная родня. Я не могу ради собственной выгоды оставить их на произвол судьбы». Убедившись, что Булдымир Ген тверд в своем решении, возвратиться в родные края, седобородый старец одарил его несметными сокровищами из ханской казны и с почетом проводил домой. С тех пор аул славного охотника Булдымир Гена поправил свои дела и зажил достатки. А теперь давайте поразмышляем над вопросами к нашей сказке. Какие качества характера проявились у охотника? Почему Булдымир Ген отказался от предложения седобородого старца? В чем же истинное богатство человека? А как вы проявляете свою любовь к родному краю? Ну а теперь время принять участие в творческой деятельности. Прослушав песню «С чего начинается Родина?» Вы сможете рассказать с помощью рисунков и заколадов о своем родном крае. С чего начинается Родина? С картинки в твоем букваре, с хороших и верных товарищей, живущих в соседнем дворе. А может, она начинается с той песни, что пела нам мать, с того, что в любых испытаниях у нас никому не отнял. Ну вот и подошел к концу наш урок. Сегодня на уроке мы говорили о родном крае, о родине. А с чем сравнивают родину и родной край? Конечно, родной край — это очаг. Это начало всех начал. В нем важно поддерживать тепло, чтобы оно не стыло, а сохранилось в памяти и сердце на всю жизнь. До свидания. До новых встреч на уроках самопознания.